Несколько утверждений, которые, значит, у меня дальше будет задача их доказать за сегодняшние две лекции. И они свяжут то, что я рассказывал на первой лекции, и то, что я рассказывал на второй и третьей лекциях. Значит, что мы сделали в конце предыдущей лекции? Мы доказали тождество Каши, то есть мы доказали более общий факт обобщенного тождества Каши. Но, в частности, мы доказали обычный тождество Каши, который глазит, что если у нас есть P лямбда от X, Q лямбда от X, значит, это просто у нас будет полинома многочлена Холла-Литтлвуда, Холла-Литтлвуда, то есть равенство. Что сумма по всем диаграммам Юнга-Лямбда, P лямбда от X1, Xm, Q лямбда от Y1, Yn, равно произведению и от 1 до M, G от 1 до N, 1 минус T, X и T, Y, JT на 1 минус X и T, Y, JT. Давайте, значит, я, значит, скажу следующее, что эти многочлена P и Q я определил довольно быстро, значит, это некоторая статсумма. Конечно, это с таким просто, значит, вот с таким определением, как я сказал, это такой довольно непонятный объект, что это такое, и не очень-то ясно, если вы раньше его и не видели, но, на самом деле, если я, значит, сейчас потрачу пол-лекции и буду, значит, давать примеры какие-то, то я боюсь, что за пол-лекции от этого лучше не станет, скорее станет хуже, потому что так хотя бы определение было простое, однако я начну говорить какие-то сложные свойства. То есть давайте, ну да, просто считать, что вот есть такой объект, и вы мне поверите, что он, на самом деле, почти такой же хороший, как многочлены Шура. А если вы не готовы в это верить, давайте вот, так сказать, считать, что T равно нулю, вот можно считать во всем, что я буду говорить сегодня, что T равно нулю, тогда и P и Q становятся многочленами Шура, которые мы обсудили довольно подробно, и можно думать про все конструкции, которые я буду говорить, вот для этого частного случая они тоже будут вполне содержательные. Может быть, элемент новизны в них будет поменьше, но это тоже будет вполне содержательным, все идеи будут видны и в этом случае. Поэтому, значит, можно иметь это в виду, и тогда, значит, если T равно нулю, то вот здесь будет просто 1 делить на 1 минус X и Y, как в обычных многочленах Шура. И стартуя, давайте как-нибудь я это обозначу как Z, M, N, ну оно зависит еще от X и Y, конечно, но мне просто не хочется все эти обозначения точить. И, значит, я определяю меру Холл и Литл Вуда, значит, вероятность лямбды, которая равна произведению, быть одному члену в тожестве Каши и нормированная на вот эту константу, то есть Z, M, N в минус 1. Это мера Холл и Литл Вуда, из которых я буду все время сокращать как L, ну вот с параметрами. X, Y, это фиксированные наборы чисел. Значит, нужно знать, что эта сумма, значит, если мы говорим про числа, то нужно знать, что эта сумма сходится. И это условие у нас было в прошлый раз, значит, ну нужно предположить, что 0 меньше, чем X и T умножить на Y житое, меньше единицы. То есть это мера на множестве 600 лямбда, да? Нет, это множество на диаграммах Юнга. Множество, значит, мера на диаграммах Юнга лямбда. Да, с параметрами, вот, значит, есть набор X и Y. Значит, да, еще, да, везде присутствует незримо этот параметр T. Как лучше я, конечно, с маленькими уже. Правные, ну хорошо, ну пусть будет так. Не лень перерисовывать на диаграммах, да, они равны, это одно и то же, на диаграммах Юнга. И это настоящая вероятностная мера, вот, при таком условии, для любого, значит, для любых EG. У нас там вот было, когда мы гнали кресик бесконечности, у нас было условие, что, значит, какие-то читатели, значит, должны быть сходимость к нулю, это сходимость к нулю, вот есть, когда, когда у нас такое слово, то это сходимость к нулю есть. Можно напомнить такую вещь? В полном офшора, если у нас сходимость к переменам, то есть, словишь, если стройчик больше, чем переменах, то он равен к нулю. Да. Здесь то же самое, здесь то же самое, по отдельным причинам. У всех амбинаторные, такие чисто амбинаторные свойства, они в точности такие же. Потому что это свойство следует просто из рисунка вершин, а не то, а не из того, какие веса есть у этих вершин. Поэтому это свойство сохраняется. То есть у нас мера на конечных напорах? Прям-то один, так-то один. Да, при фиксированном, да, при фиксированном МН, это на самом деле мера просто на строчках длины минимум МН, я бы так сказал. Это часть, которой я подошел за две последних лекции. А теперь давайте напомним, что на первой лекции изучалась стахастическая вершинная модель. И я напомню, опять веса вершин. Но, значит, это будет та самая стахастическая вершинная модель, но только с другими, чуть-чуть с другими, с другим выбором параметров. Вот, шесть вершин. И как обычно. Хотя это те же самые веса, на самом деле, что были в прошлый раз, но, казалось бы, по другому поводу. Здесь я поставлю вес 1 минус х и т, у, ж, т. 1 минус т, х и т, у, ж, т. Тогда здесь будет вес 1 минус т, х и т, у, ж, т. 1 минус т, х и т, у, ж, т. Т умножить на 1 минус т, х и т, у, ж, т. 1 минус т, х и т, х и т, у, ж, т. Творинская, но только в этот раз я и обратно их повернул на 45 градусов, значит, так, что они идут снизу и слева. Сейчас они у меня будут играть, казалось бы, другую роль. Вернее, не казалось бы, а просто другую роль. Потому что я теперь говорю, что это у меня, вот этот вес, это то, что у меня было b1 на первой лекции. Вот эта штука, это то, что у меня было b2, наверное, да, наверное, именно это я назвал b2 на первой лекции, да, я думаю, что именно это. Значит, да, видно, что, ну как, ну давайте проверим, что сумма этих двух равна единице. Ну вот когда я складываю, будет x, y минус т, x, y, значит, вот эти минус x, y плюс x, y сократится, а числик, оставшийся сократится за знаменателем. Ну и здесь то же самое. Вот этот t, когда я сложу, то он уйдет вместе с этим t, и останется 1 минус т, x и т, y, то, что как раз знаменатель. То есть это стахасичный. Я уверяю, что вот с таким выбором параметров это то же самое, что было у меня с b1 и b2. Но только вместо b1 и b2 у меня теперь параметры, ну вот b1 у меня вот такое, а b2 вот такое. И вместо параметров b1 и b2 у меня параметры t и произведение x и t, y, j. Вместо этих двух параметров такие два параметра, и поскольку у меня на t всегда есть условие, что оно от нуля до единицы, это позволяет сказать, что b1 больше b2, как я хотел раньше. Хорошо, ну и, значит, из таких вершин я тебе строю стахасическую вершинную модель. Значит, в том виде, которая у меня была на первой лекции. есть первый квадрант на обычной квадратной решетке. У нас вершины. Извиняюсь, все. Значит, какие у нас условия сейчас параметры? t между нулем и единицей. И x и r между нулем и единицей. Да, произведение x и r между нулем и единицей. Ну, может даже строго лучше сказать. Можно, не строго, наверное, но давайте строго, чтобы не думать. Значит, есть первый квадрант. Слева к пути входят, до бесконечности снизу ничего не входят, и они начинают эволюционировать по этим весам. Значит, ну, вот у меня вот тут x и y, а если бы я просто поставил бы x и y, то это было бы в точности то же самое, что было раньше. То есть у меня было бы b1 одно и то же для каждой вершины. Но сейчас я хочу рассмотреть немножко более общую модель, потому что, ну, почему бы и нет? Поскольку, значит, у меня вот здесь вот x и y разные, то я и хочу и здесь иметь x и y разные. А именно, я думаю, что x живут на каждой вертикальной линии. На каждой горизонтальной линии живет x, x, m. На каждой горизонтальной линии живет y. И вершина, значит, вот здесь вот есть набор вершин. Соответственно, в каждой вершине я разыграю, значит, вот мои пути, они эволюционируют. Значит, как-то вот этот путь идет. Значит, в каждой вершине, значит, вес в этой вершине, он определяется следующим образом. Я смотрю, какой здесь x, x3, какой здесь y, y2 и применяю веса x3, y2. То есть это, значит, это определение, значит, оно так, ну, заметно обобщает то определение, которое было на первой лекции. Если я скажу, что все, если я скажу, что если у меня, так сказать, такой однородный случай, x1 равно x2 равно и так далее, y1 равно y2 равно и так далее, то это однородная, ну, или обычная стахастическая шестивершинная модель. Ну, а вот в такой вот общности, как я сказал, это такая вот неоднородная стахастическая шестивершинная модель. А граничные условия, что все люди уходят на верх, правильно? Ну, нет, граничные условия, что они, значит, все равно здесь есть свободные граничные условия, то есть они как себя хотят, так и ведут. Но, фактически, да, если этот путь идет все время горизонтально, то это означает, что вот эта вероятность все время выпадает, а вероятность этого b1 вентой стремится всегда к нулю, чтобы b1 меньше единицы. Поэтому они, ну, они идут вверх и вправо. Можно точнее сказать, что под каким-то углом идет. Вот помните, я рисовал предельную форму, вот первый путь, вот он идет всегда под каким-то углом. Хорошо, и как, значит, вот есть такая картинка и есть вот такая картинка. Как они связаны друг с другом? Ну, давайте, значит, да, мне нужно еще напомнить, что эту картинку мы задаем функции высоты. Ну, функцию высоты, как я определил, она вот так выглядит. Значит, два здесь, один, два, три, четыре, пять, то есть функция высоты по определению, сколько путей прошло. Вот я, значит, смотрю в какую-то точку, лучше, значит, в середине где-то грани взять точку и смотреть, сколько путей справа от этой точки пересекло снизу вверх. Эту такую вот вертикальную полосочку высоты 1 и пишу это натуральное число, то есть вот где-то с самого края 0 и вот потом оно вот так вот зарастает здесь вот везде 0. И теорема. Давайте, значит, да, это функция высоты. Я как-нибудь ее обозначу в точке m и n и обозначу ее h от m n. И теорема заключается в том, что h… Как же вы видите, m и n – это полуселание? Ну, да, наверное, мне нужно чуть-чуть аккуратнее сказать. m и n надо считать… Давайте… Хорошо, ну, значит, вот если у меня вот здесь вот точка, которая отвечает xm и xn… Так, надо бы где-то… Вот здесь у меня линия, которая отвечает xm, здесь линия, которая отвечает yn. Вот вершина h от mn, давайте вот она вообще рассчитать, что она расположена в правом верхнем уголку, да, сразу в этом квадратике, и она зависит только от вот этих параметров. Я поэтому хочу, чтобы не было никаких сдвигов, что h от mn зависит от того, что произошло вот в этом квадрате, больше нам ни от чего не зависит. Ну, то есть уже то, что происходит на этой линии, это вот функцию h mn никак не затрагивает. Значит, тогда такая случайная… Значит, это случайная величина, у нас везде тут сидят вероятности, это некоторая случайная величина и утверждение, что эта случайная величина имеет тоже распределение как… как n минус лямбда 1 штрих от mn, сейчас поясню, где… Значит, этот символ, лямбда 1 штрих, это mn, это длина первого столбца. В лямбде, распределенной по мере Холла и Литтлвуда, ну и с параметрами эти же самые x1, xm, y1, ym. То есть две картинки, они на самом деле, вот до этой теоремы, они никак не пересекались, в общем-то. Ну и там, и там были вершины модели, но они, в общем-то, были разными вершинами моделями. И вот здесь утверждение о том, что они так тесно связаны, что конструкция, вот тождество КЖ, которые мы будем воспринимать как картинки, и конструкция вот таких вот картинок с тактической шириной модели дает фактически одно и то же распределение. И этот вот сдвиг, это что-то такое не очень существенное, если бы я функцию высоты чуть по-другому определил бы, вот ее вообще не было. — А на что отвечает второй, Калбин? — Да, да, это прекрасный вопрос, и это как раз, значит, вот будет постепенно, значит, ну как бы мы это увидим, да. То, что я собираюсь рассказать как раз, это как раз, кстати, оно, я думаю, этот вопрос тоже будет затрагивать, да. То есть действительно кажется, что, ну, вернее, не кажется, а так оно и есть. Здесь у нас распределение на всей диаграмме Юнга-Лямбда, а здесь мы от этого распределения берем только одну, значит, одну, один кусочек информации, распределение его первого столбца. Информации здесь больше, в общем-то. — Тогда лучше вопрос, чем будет отвечать, сумма первого плюс второго. — Ну да, это будет чуть легче интерпретироваться, да. — Ну вот это значение зависит только от иксов и игрев, которые вот здесь вот. И ровно они же здесь участвуют. Если я перейду отсюда сюда, я должен буду включить еще один иксов и еще один игрек. — Значит, другой. — А если t равно нулю, то это будет классифика, да? — Да, если t равно нулю, то это же... — То есть он там, когда максимально растающий последовательный? — Именно так, да. Это некоторое, может быть, не... Значит, если t равно нулю, это утверждение, действительно, можно пересказать, как максимальную убывающую последовательность. И оно, значит, это тоже совершенно нетривиальное утверждение, но оно следует из алгоритма РСК, которым, как бы, который довольно сложный объект, и, значит, я ничего про него не говорю, но, ну, как бы это, значит, он появился лет 40 назад. И вот приложение к TASEP, которое вот сделал Йоханссон, с которого я начал этот курс, оно как раз было сделано, что, как бы, похожая конструкция, но, значит, применялся алгоритм РСК, и затем информация про первую, ну, в случае TASEP, это про первую строчку, извлекалась из меры Шура. Значит, я расскажу про другую конструкцию, которая не использует РСК, а использует вот эти картинки и уравнения Янга-Бакстера, и эта конструкция, она вот, она работает для Шура, она, значит, произведет этого утверждения для Шура, но для Холл-Литл-Вуда это гораздо более, значит, как минимум в случае Холл-Литл-Вуда это гораздо более простая конструкция, потому что что там с РСК в случае Холл-Литл-Вуда, это вопрос довольно сложный. Смогу ли, пожалуйста, пояснить утверждение теоремы на совсем не менее? Значит, здесь есть две случайные величины, значит, H, M, N и вот такая случайная величина. Эта случайная величина, она определяется вот по такой картинке. Это функция высоты, значит, сколько путей прошло вправо от вот этой точки. Ну, вот какое-то число случайно. Дальше здесь есть другое случайное число. Значит, оно предназначено лямда 1 на штрих, это первый столбец, он вот, вот есть случайная диаграмма Юнга, такой большой объект, мы из него берем только одно число случайно, длину его первого столбца, ну и там что-то N минус это вычитаем. И получаем, значит, и утверждение заключается в том, что эти два случайных числа имеют одинаковое распределение. Действительно, есть вопрос по поводу того, что отвечает другим столбцам, значит, здесь вся диаграмма, как, что здесь отвечает другим столбцам. И еще есть вопрос следующий, что здесь распределение, я смотрю на распределение функции высоты в одной точке, а что отвечает тому, что отвечает совместному распределению функции высоты в нескольких точках. Что будет, если я здесь возьму, значит, здесь определено случайно двумерный массив чисел, на самом деле, не одно число, да, в каждой точке у нас есть функция высоты, и вся эта конструкция определяет случайно двумерный массив чисел, чему это отвечает на этом языке. Соответственно, это такая простая версия теоремы, которую я хочу доказать. Ну, наверное, можно сказать, что теорема, значит, все, что я буду рассказывать сегодня, это совсем недавние результаты, последние трех лет. То есть вот эта теорема, это Бородин, я и Майкл Уиллер. Это где-то 16, наверное, год. И давайте, да, давайте я приведу, значит, некоторую более сложную, так сказать, конструкцию вот на этой части. Так и доски, которая бы отвечала вот этому двумерному полю чисел. Примерно. На теорему, как бы, ведется, у нас есть два разных определения. Значит, одно на диаграммах Юнга, ну, там, не более, чем заинт-строчек, да? Значит, и у нас есть вероятность, что там вот это количество строчек равно, там, вот, чем, n-h. Да. И диаграмм бесконечно много, но вот есть какая-то изролета. А другое на таких путях, которые, которое другое бесконечное множество, он пьет сюда. И тоже есть вероятность, что функция вст равна h. Да. Вероятность и равна. Ну, да, да. Тут два-те распределения совпадают. Значит, ну, в рамках данного курса вот такая теорема-то будет моей конечной точкой. На самом деле, то есть еще, ну, дальше вопрос, как из этой теоремы извлечь асимптотику этой функции высоты, то есть как проанализировать меру Hall-Littal-Wood, это тоже нетривиальный вопрос, но, как я говорю, я думаю, что, ну, в смысле, я уже уверен, что я не успею про это поговорить. Но если вдруг хватит времени, то с удовольствием поговорю. Но с таким объектом, как бы, с меры Hall-Littal-Wood есть, по крайней мере, некоторые уже относительно стандартные способы, как можно с ней заниматься. И что-то из нее анализировать. Значит, теперь я хочу определить объект, который... Значит, я буду называть его как... Значит, Hall-Littal-Woodовское поле. Это нестандартная... Да, на покаянии, пока что это нестандартная терминология. Это просто я его так называю. Не знаю, приживется или нет, но... По крайней мере, это больше похоже на поле, чем там Z3. Поэтому, может быть, есть шанс. Значит, и поле, значит, связано в том смысле, что, вот, опять же, я хочу построить некоторый двумерный объект. Диаграмм Юнга. Значит, я сейчас скажу, с такими, значит, свойствами. 1, 2. Лямбда 2, 1. И вот где-то здесь живет лямбда МН. Значит, ограниченные условия здесь пустые множества. Значит, определение, что такое поле... Вот это, значит, это случайно, значит, лямбда МН. М больше равно 1. М больше равно 1. Набор случайных диаграмм Юнга-Лямбда. Наверное, со следующими свойствами. Ну, на самом деле, с одним свойством, по большому счету, но я его разделю на 2, значит, что, значит, первое свойство это то, что распределение одной случайной диаграммы опять же, есть точно такие же параметры x1, x2, x3. y1, y2, y3. Хорошо. z, m, n маленькими буковками. Что распределение одной диаграммы Юнга есть мера Холла-Литл-Вуда. Я пытаюсь смотреть на ту картинку, и теперь я рисую что-то относительно похожее, но вот с диаграммами Юнга, такой куда более заковыристый объект. Значит, что вот эта диаграмма Юнга в клеточке mn, она вот считывает с x1 до xn параметров здесь, y1 до yn параметров здесь, и вот эта вот диаграмма, она должна быть распределена по мере Холла-Литл-Вуда. Ну, это на самом деле, так сказать, это частный случай, вот один частный случай того, что я, значит, свойство 2, значит, настоящее свойство 2, оно связано с понятием процесса Хура или Холла-Литл-Вуда. Давайте я попробую сказать, что это такое. А именно, оно описывает совместное распределение таких диаграмм Юнга, и оно описывает совместное распределение диаграмм Юнга на некоторые, значит, только для наборов, некоторой, значит, для некоторых специальных наборов, а именно, я фиксирую некоторый путь, который идет вправо-вниз, и смотрю на все диаграммы, которые стоят на этом пути. Здесь у меня стоит какой-то набор случайных диаграмм, и я хочу наложить на них некоторые условия. И это условие такое. Я его не буду писать целиком, я сейчас напишу некоторую его часть. Итак, давайте скажем, вот это будет лямбда mn, это будет лямбда mn-1, это будет лямбда mn-1, ну и так далее. И вероятность того, что... А что, тут он, наверное, не так. Да, я куда-то не туда, да, единичку прибавил, но совсем не туда. Спасибо. Значит, вероятность... Ну, здесь у меня тоже, значит, здесь я тоже как бы фиксирую везде диаграммы, она начинается всегда с пустого множества, потом, значит, везде здесь фиксированы диаграммы, но вот я напишу это условие для трех, что лямбда mn равно mu, лямбда mn-1 равно kappa лямбда m плюс 1 n-1 равно лямбда. И опять, да, условия... Значит, такого же типа условия, чтобы началось, что у нас... Я просто запишу явную формулу для распределения. Вот, но я не хочу ее писать все целиком, вот я напишу просто два характерных члена, диаграмма, а именно, значит, мне нужно знать, какой параметр здесь. Значит, здесь у меня параметр y... Значит, если лямбда 2-1, то под ним параметр y-1, то есть yn у меня здесь параметр, а здесь у меня параметр между этими двумя диаграммами, у меня параметр, значит, лямбда, xn плюс 1. Ну, ладно, пусть будет xn плюс 1 получился, пусть будет m плюс 1. Вот эта вероятность, она равна... Значит, ну, таким же членом s мю по каппу от yn... Ой, я ведь стал писать функцию Шура, извините, q, функция Hall-Ittlewood, да, yn, p лямбда по каппу от xn плюс 1 умножить на такие же. Множители и еще на какую-то некоторую константу, нормализм, нормирующую, там, z минус 1. Значит, что здесь написано? Значит, я говорю, что если я зафиксировал все диаграммы по пути, значит, по производному пути такого вида, которому запрещено идти вправо вверх, который идет, значит, вправо вниз, то я для каждого... Значит, я пишу множители для каждого двух соседей на таком пути. Значит, этот множитель зависит от параметра, спектрального параметра, вот как на этой картинке. Этот множитель есть косая функция Шура от одной переменной. От этой переменной, это и есть данный спектральный параметр. И дальше я пишу... Значит, ну, если я сделаю шаг по вертикали, то я пишу, значит, мю по капо, то есть верхняя к нижней от y к n, и потом я, значит, если я делаю шаг по горизонтали, то я пишу функцию p от x, и, значит, правая больше, чем левая, и верхняя тоже больше, чем нижняя. Значит, я также использовал вот обозначения мю, капо и лямбда. Это, значит, не случайное совпадение с теми мю, капо и лямбда, которые были на прошлой лекции. И это, значит, правильно думать, как мы, значит, скоро увидим, и правильно думать, что в одном квадратике такого поля живет косое, значит, обобщенное тождество Каши. И они, значит, мы, собственно, и сегодня все время будем на этом, на самом деле, обобщенном тождество Каши играть. Но, значит, я к этому моменту перейду, значит, чуть-чуть позже. Значит, пока что, значит, продолжу. Значит, у нас вот для каждой двух соседей есть множитель, значит, часть из них P, часть из них Q, все они зависят от каких-то вот спектральных параметров, которые расположены под этим путем. И дальше есть нормировочный множитель. Значит, я не хочу, значит, это, ну, прям аккуратно выводить, но это более-менее будет следовать из тех, значит, рассуждений, которые мы уже делали или которые еще будем делать, что этот нормировочный множитель тоже можно посчитать явно, значит, что сумма, когда мы суммируем по всем возможным вариантам, этот множитель явно считается, и он равен произведению, значит, Z равен произведению 1 минус T икс итых, игрек житых, 1 минус икс итых, игрек житых, где пара икс итая, игрек житая, значит, лучше сказать, клеточка ижи ниже выбранного пути. То есть, вот мы зафиксировали некоторый путь, он ограничивает некоторое конечное количество клеточек. Вот, скажем, есть множитель x1, y3, x1, y2, x1, y1, x3, y2, а вот этого множителя, который вот здесь стоит, уже нет. Он не ниже пути, он выше пути, и такой множитель тогда не войдет. Суть, пожалуйста, исследует первое свойство? Да. То есть, оно более общее? Да, второе свойство существенно более общее, оно задает распределение на любом таком пути. Значит, из него можно, опять же, я сформулировал в каких терминах, что входит только функция одной переменной, но дальше из определения сразу можно раскручивать и выяснить, скажем, вот если мы взяли вот эту диаграмму, вот эту диаграмму и вот эту диаграмму, да, и просуммировали по всем остальным, тоже можно написать похоже на их распределение, но что-то здесь просуммируется по обобщенному тождеству Каши и будет выражение похожего вида, но которое будет включать только эти три диаграммы. То есть, из такого явного вида общего распределения на всем пути будут следовать утверждения о распределении любого подмножества диаграмм из этого пути. И, в частности, будет следовать утверждение о распределении ровно одной диаграммы, что если мы берем только одну диаграмму и интересуемся, какое распределение в ней, можно, орудуя с обобщенным точечным каши, увидеть эту формулу. А это маркерский процесс или нет? То есть диагноз по пути, по этому, с левым направлением? Ну, здесь пока никакой динамики, я бы сказал, нет. Я пока просто задаю некоторое распределение. Я имею в виду, что у вас есть случайная личина, которая сидит у вас в каждом узле на пути? То есть я беру первый, второй, третий и так далее? Да. Это некий процесс, да? Он следующий, независимо, все будет пусть или кто-то? Значит, он зависит, да. Значит, если мы двигаемся по вертикально, значит, я бы сказал, что мы движемся в одном направлении, это точно маркерский процесс. Что происходит вот при таком? Я думаю, да, я думаю, что тоже, да. Мне кажется, да, что правильный ответ, что да, что это, что вот когда, если мы на это смотрим, вот на такое распределение совместное, как на, значит, как на движение вдоль этого пути, то да, что ответ, что это зависит только от предыдущей, предыдущей диаграммы. Ну, пока определения самого поля нет. Да, да, и самого, значит, ну, на самом деле, на самом деле, сейчас, да, скажу, что это определение только для путей, значит, для, значит, любое распределение на таком пути, оно жестко зафиксировано. Вот оно явная формула. А задать коне, что это размещает задать комбинационную функцию любого набора, да? Да, но чтобы задать однозначно этот объект, мне было, значит, это не задает полностью распределение всех диаграмм, значит, Юнга здесь, а именно, что если я возьму диаграммы Юнга здесь и здесь, а именно вот в запрещенном направлении, я никак не смогу их разместить на одно, на один и тот же путь такого вида, и мне нужно сказать что-то еще. И, как бы, на самом деле, значит, ответ заключается в том, что я этого не делаю, и что я, значит, говорю, что, значит, такие распределения, они вот такие получатся, такие получатся, что, на самом деле, значит, по определению вот такой объект, значит, любой объект вот с таким свойством, собственно, вот только со вторым я буду называть полем, но таких объектов много. Значит, это будет моя, такая нехитрая логика в данной точке. Сейчас, честно. Сейчас, что такое функция этого перемена, оставить buildings положенные единички, что функция функция дамка на кассе одна перемена это некоторым одном x степени ну там модуль минус модулька да это просто маном да 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 то есть да именно так вот это уравнение нужно описано вот для такого уголка не это вот вот связь двух соседей вот она вот он член с отвечающим двум соседям я просто написал два члена чтобы подчеркнуть что здесь к здесь п вот нет у нас это для каждого ребра для вертикального ребра наоборот для вертикального q для горизонтального п да именно так что вы меня они растут и они растут по обоим направлениям это симметричный объект по горизонтали вертикали значит вот у нас вот я здесь лям до 11 она больше чем дальше вот лям до 21 она говорит значит вот перемежается с лям до 11 и лям до 21 дальше в лям до 22 диаграммы растут а вот они из пустого множества растут растут вправо вверх и каждая диаграмма на перемежается со своим непосредственным нижним соседом с непосредственным левым соседом именно так именно так что было бы интересно найти кого-нибудь так сказать конкретное поле для которого значит вот процесс холлитлвуда его можно посчитать по крайней мере какие-то существенное раздел продвижения а на самом деле задача распределение двух таких вещей в процессе шура эта задача которую прямо сейчас вот ты ее там как раз таки же йоханссон и значит продвинутся в ней существенно на очень долгое время было таким очень известным открытым вопросом посчитать даже в случае шура что происходит вот как бы связь по в таком направлении но но да значит здесь все-таки задано очень много совместных распределений и даже факт что хотя бы один существует это уже непривиальный факт меня что начнут и не что среди 20 до 20 раз таки что встречается в 20-м час но нужно что нужно рассказать как мы расщепляем так чтобы это была вероятность но это и это 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 правильно но это все-таки внутри на четыре нуждаются в основании но именно это я сейчас и вот сегодня именно этим я буду заниматься вот этим расщеплением как раз да это это так и есть значит действительно здесь свобода очень большая что она свобода очень большая да и эту свободу для для многочинов шура у меня для холла холла и литл вуда все-таки это замечательно алгоритм раска который этим людям много занимались и для конструкции она когда нам новые для шуров но она не не содержит каких-то таких феноменальной новизны для для шура нету феноменально новых следствий но для холла начну она уже применимые для холла литл вуда да значит действительно вопрос в том что даже что существование значит что этих объектов на самом деле очень очень много но хотелось бы построить хотя бы один и эту свободу вот значит я не знаю как канонический объект чтобы наложить такой слой чтобы он стал вот один и самый лучший из них но она может все-таки стараться хотя бы какие-то дополнительные ограничения и значит моим сущности единственным еще одним ограничением будет следующее что я хочу построить такое поле с вот этим свойством и я хочу построить поле такое чтобы она его первый столбец отвечал вот этой картинке а именно что первый столбец есть ну н минус функция высоты на и вот этой картинке первый столбец вот диаграмма юнга мы что-то первый столбец у нее это просто вот случайная величина значит это нетривиально некоторое новое нетривиальное требование но никак не связано с вот этим требованием в сущности никак не связано давайте хорошо эти веса конечно мне еще пригодятся давайте теорему пока что сотрем видно будет одно из них для риска одни хочу раскает и есть бьется между таблицами а другое значит что раскает связано с максимально разрастающей последовательностью что поле 1 и 2 нет все утверждения они утверждения про диаграмма юнга они ничего не знают про первый столбец априори из них ничего не следует что первый столбец ведет себя как-то хорошо нет я я не я не написал значит значит давайте я напишу условия 3 которые я буду накладывать как мы обсудили есть большая большая свобода но значит я хочу эту свободу чуть-чуть уменьшить такое свойство вроде я буду называть или марковское свойство или марковская проекция на первый столбец или я еще мне еще нет извините но я это я это напишу чуть 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 позже я хочу построить такое поле я хочу построить таким же образом как я строю вот эту конфигурацию а именно я начинаю с граничных условий и вот есть марковская процедура как я строю эти пути чтобы это сделать я хочу определить вероятность одного шага вероятность одного шага в вершиной модели вот она написана здесь я хочу сделать нечто существенно более общее на вот этом уровне я хочу определить следующей вероятности что когда когда у меня вот это вот эту вот процедуру можно воспринимать в термин дать и восприятие в терминах функции высоты тогда у меня есть следующая операция эта вершина означает что я знаю функцию высоты в этих трех точках и по этим трем точкам я могу сказать что с вероятностью 1 я произведу функцию высоты в правом верхнем уголочке когда я когда у меня есть такая конфигурация то это вот такая да вот такая вот картинка означает что здесь у меня функция высоты а здесь аж плюс 1 здесь аж плюс 2 и вот эта вершинка означает что меня есть аж плюс 1 с вероятностью 1 да вот я вот сюда можно смотреть я думаю не я описываю вот эту конструкцию не в терминах путей а в терминах значения функции высоты и тогда эти вершины если значит они начинают эти вершины они значит следующее что если я знаю три значения то они производят не четвертое значение и в этих двух случаях они производят в минированное четвертое значение в то же время как в этих двух на самом деле двух случаях это случайное значение а именно эта вершина есть аж 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 плюс 1 и и и тогда у меня есть два возможно две возможных возможных вариантов для вот этого квадратика а именно в данном случае реализуются аж плюс 1 а сосед реализует вариант h вот у меня как бы два варианта то есть если я знаю вот этих три значения то четвертое значение производится с некоторой вероятностью одно с некоторой вероятностью другое вот это переговаривание астахастической вершины модели и то же самое здесь что если у меня есть аж минус 1 аж 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 минус 1 аж аж то он то а вот эти два варианта они отвечают потому что здесь у меня получится аж минус 1 с какой-то вероятностью а если у меня получится аж какой-то вероятность вот с вероятностью которые написаны здесь не но как бы я говорю что вот я начинаю у меня везде левый нижний уголок обозначен как почти везде я я выбираю что какой-то значил это я говорю что меня вот эти три функции высоты как-то друг другом связаны и вот аж плюс 1 она совпадает вот этим значением вот если у меня это значение задано то вопросов путь прошел сюда вот здесь вот эти два два значения должны быть равны друг другу ну правильно потому что они разделены путем вот как здесь ну вот смотрите вот на этой картинке если мы идем если мы пересекаем путь вверх то аж увеличивается если мы пересекаем если мы идем влево то аж тоже увеличивается да 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 то что вы сказали да совершенно верно спасибо это это учитывается конструкция с ребрами и вершинами может быть эквивалентным образом мы можем про нее думать как конструкцию как по трем числам произвести четвертое число некоторым специальным способом и вот строить эту случайно функции началась ты аж итеративно среду этому способу что я хочу сделать такую же процедуру здесь вот в этом куда более заковыристом контексте но как значит и философия то же самое я начинаю с пустых диаграмм я хочу заполнять постепенно эти случайными диаграммами двумерный квадрант используя некоторое локальное правило и опять же да использую обозначения как я не что использую какие использовал вчера для того же с лакаши что меня есть три диаграмма юнга которые мне как бы заданы мю капа и лямда и по ним я хочу произвести четвертую диаграмму юнга ро но алгоритм он значит он недетерминирован он обязан быть случайным и соответственно я должен задать вероятность давайте я буду ее означать капа мю лямда в ро то есть что вот я это значение как бы символизирует то что у меня три диаграмма юнга задана я произвожу четвертую и то что это вероятности означает что все эти коэффициенты положительные и что сумма по ро по всем возможным результатам что что-то я хочу что хотя бы что-то я получу что общая вероятность единицы и каждый конкретный член больше равен нуля что я хочу определить с мое поле вот с помощью вот таких вот операций с помощью такой вот локальной операции построение по трем диаграммам четвертой значит должно получиться поле то есть должно быть выполнено вот это условия 2 и в частности условия 1 но должно быть еще выполнена связь с вот этой моделью с функцией высоты и теперь когда я сказал про этот про эту операцию я могу сформулировать еще одно свойство которое я хочу от моего поля вот эта самая марковская проекция на первый столбец и это свойство она говорит не должно говорить мне следующее что значит словами это так я хочу допустим что я знаю только длины первых столбцов капы лянда и мю я хочу быть в состоянии произвести первый столбец уро знаю только эти первые значит только-только длины этих первых столбцов этих трех диаграмм что значит должна быть как бы операция значит у у у 1 значит как знак того что это операция на первом столбце значит что капа 1 штрих лямбда лямбда 1 штрих ню 1 штрих производит мне ро 1 штрих что значит что кстати ну я не очень хочется писать это формально давайте значит что это как бы часть 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 у что ро 1 штрих значит распределение значит распределение ро 1 штрих во 16 1 штрих во о если однозначно deuts а определяется с 1 штрих один штрих, лямбда один штрих, и у него один штрих. А ты знаешь, что это случайно? Распределение, распределение. Да, кстати, это вероятностная операция, но это некоторое другое нетривиальное требование, потому что вот здесь вот как бы мы могли бы себе очень легко представить, что ро один штрих, оно зависит от всех вот этих трех диаграмм. Ну и на самом деле, вот если мы там будем это расчехлять как угодно, ну так оно, в общем-то, и будет. Можно сделать так, чтобы оно зависело. Но вот эта вот гигантская свобода, которая у нас есть в построении этого объекта, вот буду ее ограничивать вот для начала таким способом, что если что-то операция, она сохраняя, значит, она вот ее можно ограничить на первый столбец. И на самом деле конструкция, которую я приведу, она будет выполняться не только эта, но будет и проекция на первый К столбцов, что для любого К, значит, первый К столбцов, значит, вот этого результата будет определяться только к наборам из К столбцов этих трех диаграмм. Это дополнительные условия или это следует просто из первых? Нет, это дополнительные условия. Вот это два и три, это два разных условия. Я имею в виду, что вы говорите, но уже условия только на первый столбец. Ну, я буду… Сразу, сразу… Ну, конструкция будет доказывать больше, да, я не буду писать это словами, но конструкция будет доказывать и для любого, для любого конечного количества столбцов, конструкция, которую я приведу. Но, значит, я хочу вот держаться все-таки за эту картинку, и вот эта картинка, она будет как раз-таки вот эти вот вероятности у1, это в точности будут вот эти вот вероятности, которые вот у меня вот здесь вот задаются хаосическую совершенно модель. Значит, и когда я это сделаю, то есть вот если я построю объект со свойствами 2 и 3, я потом, значит, пронаблюдаю, что эта вероятность есть, вот, значит, совпадает с этими вероятностями, и это автоматически будет доказывать, что функция высоты стахастической совершенно модели есть, ну, фактически то же самое, что длины первых столбцов в таком построенном холдолузовском поле. И, в частности, вот теорема, которую я сформулировал в начале о совпадении, значит, просто одноотношечного распределения будет, так сказать, некоторым частным случаем вот этого большого утверждения. А почему это называется? Ну, потому что, ну, проекция, проекция, что есть вот большая динамика, но мы с нее ограничиваемся на какой-то кусочек, это тоже оказывается марковским. Ну, как бы, ну, я не знаю, как лучше назвать, это не то чтобы суперназвание, но вот, ну, и какой-то свойства я сформулировал конкретно, что проекция некоторой большой динамики на некоторую меньшую динамику, которая не знает ничего о оставшейся части динамики. Да, да, нет, это просто некоторое описание, нет, это не то, чтобы точное, не то и точно. Можно считать все просто проекция, если вам не нравится слово Максово-Тарковское, считайте просто проекция. Значит, давайте я скажу, что, значит, с точки зрения алгоритма РСК, вот эта диаграмма называется диаграмма Ростов-Иминай, он, значит, этим занимался где-то около 30 лет назад, а вот этот шаг, он дается как раз-таки самим алгоритмам РСК. Да. А мы будем делать этот шаг с помощью картинок, как на прошлой лекции. Хорошо. Можно мы спросить? Да, конечно. А вот кажется, что если вы накладываете это в третье условие, то вы, по сути, просто воспроизводите распределение вот этих функций высот, просто формулируя в других терминах, то есть нет никакой нетривиальности утверждения? Нет, нет, ну как, нетривиальности утверждения заключается в существовании такого объекта, который я докажу, что объект существует со свойствами 2 и 3, то сразу у меня утверждение получится автоматически. Да, все, да. Да, кстати, вопрос, почему такое, Берт, я, кстати, на данный момент, это просто какие-то, я написал какие-то случайные свойства, почему они вообще, что-то такое может быть. Но вот как только я знаю это и это, и как только я посчитал вот эти вероятности и увидел их совпадение с тем, что написано здесь, значит, все сразу доказано, теорема сразу доказана. Что, про совпадение еще раз, то есть не просто еще есть у1, но он еще с чем-то равен? Ну да, ну я вот еще посчитаю, то есть, что вот есть вот этот у1, я его посчитаю и увижу, что эти правила, вот они, значит, в точности такие же, как здесь. Это план. Нет, нет, здесь уже, вот когда я пишу на первый столбец, здесь не диаграмма Юнга, здесь, это как раз это мое условие, что вот на этом уровне у меня диаграммы Юнга какие-то непонятные, а здесь просто числа, что по трем числам определяется четвертое число. И вот здесь вот по трем числам определяется четвертое число. Ну хорошо, здесь длины первых столбцов, я должен буду сделать N минус Лианда один штрих и увидеть, что вот это прям в точности вот такое же локальное правило для H. То есть я видел же впадение локальных правил. Это моя цель. Ну хорошо, но многочленов Шура это еще по-прежнему непонятно, то есть это все как бы вполне осмысленно в случае многочленов Шура, но как бы еще дальше выродить? Ну скорее специальные X подставить или Y, это главная специализация. Ну как бы можно, ну вот действительно, можно главную специализацию подставить, но я не уверен, что, так сказать, ну объект как Мир Шура сама упростится как объект, но вот эта вся конструкция, она не то чтобы прям сильно упроститься. А так, чтобы вы желали только диаграммы, например, двумя строчками сделать? Ну почему нет, чтобы диаграммы с двумя строчками, тогда значит все параметры, начиная с X3, положить равным нулю. А для этого мало? Нет, почему, это вот здесь вот будет жить диаграмма с двумя строчками, это вполне содержательный объект, ну он попроще, но как бы мне не кажется, что с ним можно работать как-то гораздо проще, чем вот с таким объектом. Ну как бы если будет диаграмма из одной строчки, это уже там какие-то геометрические распределения, вот диаграмма, если вот если положить все равным нулю, начиная с X2, там будут геометрические распределения, это будет существенно проще. Но это будет проще, это, кстати, уже на гарании тривиальности. Можно думать об этом еще, вот скажем, трехмерные диаграммы Юнга, это просто последовательные личные, которые лежат друг на друга. Поэтому мера на трехмерных, скажем, это мера на таких путях, да? То есть когда первая, вторая, третья, четвертая. А здесь у нас диаграммы занимированы двумя чиселами, да? Это что за объект? Четырехмерные диаграммы Юнга, вообще что это? Ну вот вдоль такого пути это пирамида, да. А так это какой-то вот... Какая последовательная. Да, какая-то согласованная последовательность пирамид, но у меня нет хорошего ответа на этот вопрос, да. Но что действительно вдоль пути это как бы процесс, то, что этот процесс отвечает трехмерной такой пирамиде, да, это то, что вот Акуньков заметил в случае Шуров. А вот когда вот такой вот есть двумярный объект, то да, они будут какие-то такие согласованные пирамиды, но я не могу ответить хорошо, что именно это будет. Не думал про это. Да, муж близкий вопрос. То есть я в точке две теоретические представления. Значит, когда вот у нас Шура, то это там мы считаем, ну, можно посчитать из этого всего размерность, там, кратность фундаментального представления. А тут что это вы считаете? Что такое? Ну, сейчас. А сути Шура, значит, что вы выглядите функцию Шур в единицах посчитать? Да, ну, если по-друге, то это будет там размерность фундаментального. Ну хорошо, да, функция что-то в единицах, это, я на самом деле, на деле вопрос, я думал долго и тоже ничего про него не понял. Значит, как вы считаете функцию холл-литл-вуду в единицах, это для меня большая загадка, это, кстати, что-нибудь про нее разумное сказать. Мы ставим переменные ноты, мы берем эту размерность, мы ее так делаем в каком-то смысле функциональнее. Вот размерность фундаментального представления, мы вот сделали некую функциональную форму, вот это вот, тоже с фокошитом. А вот это не тут есть, какие-то аналоги, можно ли на каком-то представлении изучать? Ну, связь с ферой представлений, вот такой аналога представлений конструкции для функции холл-литл-вуда нет. Там есть какая-то, существенно, более сложная связь с матрицами над конечным полем, но она другая. Ну, как бы, то есть фокоши все есть, но, в общем, я не могу ничего содержательного сказать. А, ну, есть какие-то размерности? Ну, есть, есть, значит, если подставляют в геометрическую прогрессию, то там, может быть, можно что-то сказать про связь с размерностями, опять же таки, с матрицами, с верхней треугольными матрицами над конечным полем, может быть, вот, как и какое-то такое, что вот это значение функций холл-литл-вуда в геометрической прогрессии, оно, кажется, оно, так сказать, связан там с, ну, мысли оно равно, вот если мы смотрим на матрицы над верхней треугольным полем, и смотрим на жардановые клетки, значит, там вот жардановые клетки, значит, вот, кстати, тип жардановой клетки, это есть диаграмма, а количество матриц, которые отвечают, с такой жардановой клеткой, это вот значение. Но я боюсь, что это немножко далеко от вот всех вопросов, которые я пытаюсь рассказать. Наша цель доказать, что есть... Да, дальше, значит, моя цель построить вот такое, вот такой объект. И давайте, значит, я скажу, что именно для этого нужно сделать, как определить вот эти функции u. Значит, чему реально они должны определять, чему реально они должны отвечать. Вся игра будет идти на, вообще, нам тоже с текаши, с одной переменной, то, которое мы доказывали вчера. Значит, давайте я его напомню. 1 минус txy, 1 минус xy, сумма по каппа, p, лямбда по каппа, от x, q, мю от каппа, от y. Давайте я, значит, чуть-чуть здесь места оставлю, вдруг пригодится. Сумма ро, p, ро, а, мю от x, q, ро, лямбда, от y. Значит, есть такое тоже, что вот это место, пока что не обращайте на него внимания, вот просто есть такое равенство. Но если переписывать в тетрадочку, то оставить место, да? Ну, можно оставить место. Хорошо. Значит, я, значит, хочу сказать, что правильно думать про вот эти вот три диаграммы, ну, на самом деле про эти четыре диаграммы, как про вот эти четыре диаграммы здесь обозначены теми же буквами по странному совпадению, что в каждой клеточке этого случайного поля живет тождество каши. И вот эта вероятность у, к, мю от лямбда, чтобы вот получилось свойство 2, оно должно хорошо взаимодействовать с тождеством каши. Значит, что значит хорошо взаимодействовать? Это значит, что я хочу добавить его сюда. Сумма, поро. Вот у меня места мало тут. У, к, мю, лямбда, от ро. Ну, я это сделать могу, да, с любыми, с любыми, значит, я, поскольку знаю, что это, значит, вероятности, значит, сумма поро будет равна единице, я просто пока добавил, что, значит, просто добавил, значит, множитель 1, вот таким странным образом записанный. В том, значит, я знаю тоже с тождество каши, вот я добавил вот такую сумму, и хочу увидеть, хочу увидеть свойство, которое даст мне свойство 2. А сумма уже сложная, да? Значит, здесь сумма по двум объектам, капа и ро. Значит, это двойная сумма. Значит, что я хочу, так сказать, что у меня написано в свойстве 2? В свойстве 2 у меня было, были вот эти три диаграммы. И вот я написал p, лямбда, от капы, значит, q, мю, от капы, как раз отвечающим вот этим двум соотношениям. Значит, я ращу, вот я, значит, моя цель растить вот такими локальными шагами поля из диаграмм, и поэтому меня интересуют только локальные изменения этой вероятности. А именно, что я хочу нарастить вот эту клетку теперь. И, соответственно, я хочу, чтобы у меня условие теперь выполнялось, я хочу забыть про эту диаграмму, но построив вот эту диаграмму, лямбда m плюс 1n, новая диаграмма, я хочу ее построить вот с такой вероятностью от капы, мю, лямбда в, ну, вот, кстати, в ро равное лямбдой от m плюс 1n, таким образом, чтобы у меня выполнялось свойство 2, но вот теперь с новой диаграммой вместо этой старой диаграммы. То есть у меня по предположению индукции, естественно, да, я делаю все это по индукции, у меня по предположению индукции уже есть вот здесь множитель, вот здесь вот нужные множители, а они должны переписаться в соответствующие множители здесь, здесь и здесь. И если, так сказать, смотреть на эти два множителя и потом на те множители, которые возникнут здесь, это как раз таки и будут ровно вот эти два множителя и ровно вот эти два множителя. То есть мы уже видим вот тоже с лакаши. Дальше из константы нормализующей, вот этой константы, мы добавим одну новую клеточку, и это даст вот этот множитель 1 минус x, y. Значит, и осталось, значит, потребовать, чтобы вот эти старые множители переписались в новые множители. Что это означает? Это означает, что мы диаграммы Каппа прошли с вероятностью вот такой вот у и получили уже вероятность для четырех диаграмм это, это, это и это, и это, всех вместе. Значит, вероятность будет этот множитель умножить на этот множитель, умножить на этот множитель, умножить на этот множитель, умножить на у. А дальше мы должны забыть про этот множитель. Это нам положено, потому что у нас условия только про пути вправо-вниз. И тогда, после такого забывания, у нас должна получиться некоторый множитель здесь. И это будет означать, что у нас эта разница должна быть верна для каждого фиксированного ρ. Потому что после того, как мы сделали этот шаг, у нас фиксировано ρ, и должно быть выполнено условие 1-Txy, 1-xy, сумма по каппам, Pλ от каппа от x, Q, μ по каппа от y, U, K, μ, λ, ρ, равно P, ρ, μ от x, Q, ρ, λ от y. Вот, в принципе, чтобы было выполнено свойство 2, в принципе, достаточно, чтобы было построить такие вероятности U, чтобы было выполнено это условие. Значит, если у меня есть это условие, то вот этот вот механизм сработает. Ну, если я это недостаточно понятно объяснил, ну, давайте, вы мне можете просто поверить в это, или, я не знаю, поверить наполовину. Что есть такое, значит, что вот моя задача пока что построить, что построение поля заключается в построении вероятности U, которая удовлетворяет вот этому соотношению. Но на самом деле в таком виде это все еще весьма сложная задача. Она уже решалась в таком виде, но ее можно еще существенно упростить. А именно, и это опять же, так сказать, если, кстати, пользоваться терминологией РСК, то это может немножко помогать. Потому что РСК есть прямой, как бы, алгоритм вставки и алгоритм обратной. То есть это обратимая операция, и обе операции описываются довольно легко. Вот эта вероятность U, она как бы таким является обобщением прямой операции. А нужно ввести еще аналог обратной операции. Значит, ну, эти слова не должны ничего говорить. То, что может говорить, что вот этот вот странный множитель, сумму по РО, можно такую же операцию сделать и с другой стороны и определить вероятность наоборот, идти в другую сторону, а именно РО, Лямбда и Ню в капку. То есть я определю, значит, еще пока что, вот у меня есть один странный набор вероятностей, и я определяю еще один странный набор вероятностей. У с крышечкой. Опять же, значит, у меня условие, что... А, давайте я напишу сначала следствие, которое я буду хотеть. 1 минус TXY, 1 минус XY, P Лямбда Каппа от X, Q Мю Каппа от Y, У КМю Каппа от X, Q РО Лямбда от Y. Значит, моя цель теперь... Значит, я все время видоизменяю свою цель. То есть исходная цель у меня была построить вот такие вероятности U. Я вместо этого буду строить аж два набора U и U с крышечкой, которые одовлетворяют вот этому свойству ключевому. Ну, и они должны быть вероятностными. То есть они должны быть неотрицательными. И при суммировании по РО, в этом случае, в суммировании по Каппа, в другом случае давать единичку. А вы могли вот эту вот... Вот у вас в второй строчке написано там умножение на сумму по Каппу, да? Да. А вы могли бы эту сумму умножить в верхней строчке на статусе? То есть вместо того, чтобы в верхней строчке писать, вот это написывает там сумму по РО, U, 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 U. Вот эту сумму не писать, а на просто правой части этого равенства написать сумму по Каппа, U с крышкой, U, 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 U. Да, могли бы. Вот это было бы эквивалентно, да. Но вы же не учитываете, что у вас получается, что в третьей строчке у вас равенства, которые слева не U, а справа U с крышкой. Да, именно так. А вы могли бы избавиться от U, да? Или не могли? Нет, ну, как бы, здесь нет суммирования. Я не могу, значит, если, значит, количество суммирований плюс количество значков у, есть инвариант. Так, кстати, если... Оставить только двух стрижечек с правой части. Да, тогда бы здесь осталось бы суммирование паро. Значит, теперь, значит, моя задача, я хочу сказать, значит, я сейчас еще прокомментирую, значит, что произошло, значит, но, значит, вывод мой заключается в следующем. Я хочу построить теперь уже два набора у, значит, у и у с крышечкой, которые по трем диаграммам Юнга определяют четвертую. Ну, да, значит, вот такие вероятности, которые зависят от четырех диаграмм Юнга, значит, это два разных набора, значит, чтобы они удовлетворяли вот такому свойству, просто разницу, никакого суммирования. Ну, и чтобы это были вероятностями. И если у меня вдруг получится построить такие у и у с крышечкой, то, используя их, я смогу получить это свойство. И используя просто у, значит, просто у, само по себе у, я могу, я смогу построить поле, холодно-лудовское поле и, значит, получить свойство два. А если я еще, если построите у и у с крышечки так, чтобы они будут сохранять, значит, операцию на первом столбце, то, то у меня будет еще и свойство три, вот, которое для холодно-лудовского поля. А у и у с крышки должны быть числами, да? Да, просто числа, это просто вероятность, да. Ну, они могут зависеть от xy, но, да, от xy могут зависеть, конечно, они, вот, у нас все происходит вот в конкретном квадратике, вот в нем, значит, xy, это наш, так сказать, вполне вход, вот, вон, есть, мы им можем, мы им можем распоряжаться. Ну, от xy зависит, ну, еще четырех диаграмм Юнга. Нет, ну, это я могу добавить. А? Т зависит, да, от t обязательно. Зависит, в сущности, от всего, и просто вот нужно, чтобы были вот эти свойства, ну, и больше равно нуля. Так, ну, пока что все это было очень сложно, вероятно. Сейчас будет упрощаться, так сказать, ситуация, это, так сказать, дошли уже до самой сложной точки, дальше будет проще. В втором случае у фиксировали ров, а в втором как? Да, да. Значит, давайте еще одно скажу замечание, что вот было, что и что произошло вот с этой, значит, с тожеством каши. Вот давайте вот это, про это ро я как бы на данный момент зачерпну. Значит, у меня было тожество каши, значит, здесь стояло одно суммирование, здесь стояло другое суммирование. И было сумма, значит, один набор слагаемых, другой набор слагаемых. Вот в случае Шура, это равенство, на самом деле, оно, можно его записать как, ну, на самом деле, бесконечное количество равенств, но утверждение такого типа, что один набор объектов, значит, имеет ту же мощность, что и другой набор объектов. И тогда можно доказывать с помощью объекции такого утверждения, и это как раз РСК дает объективное доказательство такого утверждения, что один набор объектов содержит какое-то количество элементов, другой набор объектов содержит какое-то количество элементов. Если мы установили объекцию между ними, мы знаем, что в них одинаковое число элементов, и это можно доказывать с помощью объекции. Для общего t, для функции whole little voodoo, у нас нет такого свойства. У нас есть какое-то количество слогаемых, но они не отвечают друг другу. Давайте все-таки я это напишу. Давайте, значит, все, уже можно стирать прополе. То есть в случае Шура есть уравнение типа 1 плюс 1 равно 1 плюс 1. И такого типа уравнения можно доказывать, что если мы установили, что вот эти две единички друг другу отвечают, и вот эти две единички друг другу отвечают, то мы установили объективное доказательство такого уравнения. А в случае whole little voodoo, у нас есть уравнение типа 2 плюс 1 равно 3 вторых плюс 3 вторых. То есть разница вроде бы как есть, но вот такого вот прям объективного доказательства нет, казалось бы. Тем не менее, то, что я сделал здесь, является некоторым приближением к объективным доказательству. А именно, что означают вот эти коэффициенты? У и У с крышечкой. Давайте запишем вот это равенство замечательное. В этой табличке 2 на 2. 2, 1, 3 вторых, 3 вторых. И давайте считать это равенство, значит, давайте уточним это равенство следующим образом, что мы запишем в эту табличку 2 на 2 4 числа таким образом, чтобы, вот давайте я аж справился с этой задачей, чтобы сумма по каждой строчке, да, была написана здесь, 1 плюс 1 2, 1 вторая плюс 1 вторая единичка, и здесь сумма 3 вторых. Значит, сумма по каждому столбцу и сумма по каждой строчке, они, значит, вот правильно дают вот эти слагаемые исходные. Ну, вот, и на эту задачу можно решить, кстати, ну сколько, одномерное пространство решения у нас, 3 уравнения, 4 неизвестных, то есть можно ее чуть-чуть по-другому решить, будет, ну, я не знаю, 3 вторых, 1 вторая, 1, 0. Ну, тоже решение. И тогда вот эти вероятности у с крышечкой, то есть вот элементы этой таблицы следует воспринимать как вот это вот, вот все вот это выражение, это элемент таблицы, это то, что, значит, этот элемент, значит, вот у нас есть элемент таблицы, значит, это элемент таблицы, ну и, соответственно, с силой равенства вот это элемент таблицы. Как вы его, это то, что инвексируют строки? Именно так, да. Значит, вот у нас есть элементы таблицы, значит, если мы их просуммировали по строчке, мы получили один член этой суммы, в том числе каши, если просуммировали по столбцу, то получили член другого, другой, значит, делить на это значение. То есть у нас есть двойка, мы прыгаем сюда с вероятностью одна-вторая, и сюда с вероятностью 1-вторая. А вот в этом случае мы прыгаем сюда с вероятностью 3 четверти, а сюда с вероятностью 1 четверть. То есть, безусловно, есть некоторая свобода, ну и она нам помогает, опять же, мы строим объекты, которые на самом деле, значит, есть некоторая свобода выбора, и это удобно воспользоваться вот этой свободой выбора в таком виде, что потребует, чтобы была такая двумерная таблица, и на вероятностном языке это называется каплинг. У нас есть две одномерные меры, и мы строим двумерную меру, которая имеет эти одномерные проекции, и в данном случае у нас невероятностные меры, а просто какие-то конечные меры, конечные дискретные меры, и мы строим, вот эта таблица есть двумерная мера с такими проекциями. Вот то, что я сделал с этим тоже санкаши, а дальше я буду на самом деле использовать эту же идею, но я буду ее упрощать, значит, моя конечная цель построить вот эти U с крышечкой, но я их построю, опять же, некоторым итеративным способом. У нас в таблицах стоят вот эти, вот это все, вот это U умножить на, так сказать, на… вот у меня был исходный равенство, это аналог тождества каши, типа очень простой, аналог тождества каши. Дальше я вот эту двойку, вот она двойка, вот он член этого равенства, я умножил на U и получил элемент таблицы. То есть здесь это отвечает тому, что вот у меня была двойка, я умножил ее на три четверти и получил элемент таблицы три вторых. И я этот же элемент должен получить из другой части, из другой части вот исходного уравнения, вот у меня было три вторых, я должен умножить ее, вот, кстати, в данном случае на единичку, из трех вторых будет сюда прыжок с вероятностью один, и это мне даст вторую часть этого равенства. То есть вот это будет, например, три четверти, а это будет равна единице, сами по себе, U с крышечкой. Хорошо, но, значит, как я буду строить вот этот объект? Я на самом деле применю, значит, я буду применять эту идею несколько раз, и я буду ее применять к уравнению Янга-Бакстера. И она будет гораздо проще, потому что пока что вот эти все U, они по-прежнему какие-то они безумные, там три-четыре диаграммы Юнга, и черт знает что, так сказать, так просто и не определишь, чему оно будет равно U. А вот уравнение Янга-Бакстера все будет гораздо проще, и на самом деле это будет самый сложный пример в уравнении Янга-Бакстера, то, что происходит. Давайте напомним, значит, я должен построить какое равенство, но у меня уже были картинки для этого равенства, у меня уже были картинки через уравнение Янга-Бакстера и через виста крестиков. Давайте я, чтобы не ошибиться даже, были у нас вот эти бесконечные. Бесконечно толстое ребро, здесь был пустой крестик, здесь у нас была вершина типа 1, значит, 1 с крышечкой с параметром Y, здесь была вершина 1 с параметром X. Ну, как скажете. Давайте я нарисую, давайте я нарисую, когда я хотел. Да, да, конечно, я вот как раз хочу нарисовать картинки и будет перерыв. Это, значит, картинка, которая отвечает. Одной, значит, одной части, вот тоже с лкаши. Я стараюсь рисовать μ и λ в тех же примерно позициях, потому что они должны быть в тех же позициях. Это μ, это λ. Здесь один с крышечкой Y, здесь один X. И как это должно выглядеть? Это должно выглядеть вот так. И чтобы было равенство, я сюда должен добавить на бесконечности вот такой крестик. Такой дополнительный крестик с весом 2, так, с Y. Да? Сейчас, что там из первой строчки или из второй строчки? На правой картинке. Они поменялись местами. То есть здесь на первой строчке оно уходит в бесконечность, а на правой картинке и со второй строчки оно уходит в бесконечности и уже в бесконечности прыгает обратно. Нет, нет, это выход из в VOD. Они просто уходят. На третьей строчке не уходит. А, ну это как повезет. Значит, мы вот здесь вот в нулевой точке, оно может быть по-разному. Это зависит от длины строчек. То, что происходит здесь, оно может быть, так сказать, всеми четырьмя возможными способами. Граничные условия зафиксированы, а здесь уже как получилось просто по картинке. Оно может быть так, что, скажем, если я вот этого не нарисую, то оно ни там, ни там не будет выходить. Давайте я просто скажу, значит, план на последнюю лекцию, он следующий, что я буду получать эти коэффициенты у и у с крышечкой, значит, гоняя крестик, значит, ну вот это равенство я получил, прогонах его отсюда до бесконечности одним махом, а чтобы получить вот эти вероятности, я его буду гнать по очередности, из нуля в единичку, из единички в двойку, из двойки в тройку, на каждом шагу я сделаю вот ту же самую операцию по, ну я буду называть это объективизацией уравнения Янга-Бакстера, и, значит, суммарный результат этой операции будет вот это тождество, но на самом деле сама операция объективизации Янга-Бакстера, может быть, она тоже несет какой-то смысл, и в частности из этой конструкции будет следовать то, что есть проекция на первый столбец, это просто будет означать, что я прогнал крестик из нуля в единицу, вот это уже будет давать вот это Марковское, свойство Марковской проекции, и мы увидим, как выдается статистическую шестивершинную модели теорему. Вот такой план на последнюю лекцию, а сейчас перерыв. Продолжение следует... Ну, я вас слушаю, это очень похоже вот действительно на этот соцмодель, потому что там вот такие же картинки рисуются с вершинами, вот здесь у нас проекция 2, да, то что они такие же, почему там тоже... Они сами что-то похожи, потому что у картинки там, там плюс 1, аж плюс 2, там, ну, здесь вот, может, только плюс 1, и у нее, в общем-то, тоже веса, ну, там, одинаковые. И просто, ну, вы не знаете, да, как это вот именно связано, потому что там они, как бы, ну, вот эти вы можете делать, как бы вот статистическую шестивершинку. Не, же соцмодель я видел, когда вручение, а ну вот это, это фаза, это серия шестивер, а вот коррекция, но это не знаю вообще, с ним тоже что-то можно делать, ну, конечно, не можем сделать похожие серии, но... А ну, конечно, как въезд, ну, что он подключил, тем, что он подключил, что он подключил.